здравствуйте уважаемые трейдера также подписчики нашего канала сегодня мы проведем пожалуй последний обзор в этом году будет у нас не такой длинный и сначала давайте мы сами поговорим о долларе франки на последнем обзоре мы обсуждали тот момент что есть очень сильный уровень поддержки 0.9867 можно даже сказать диапазон 0.9859 который с большой долей вероятности будет пробит и достигнута цель на уровне 0.98191 буквально пять минут назад уже доллар франк достиг цели которую мы устанавливали здесь если сейчас уберу пока все объекты и продемонстрирую вам что явно последние три недели находились точнее инструмент находился зоне флэта то есть чистое флэтовое движение в таких моментах очень приятно работать потому что здесь зона отрабатывает себя просто идеально если вы посмотрите более внимательно то есть насколько вот если мы возьмем часовой таймфрейм и давайте посмотрим более подробно значит тест нажинальные зоны участников рынка с плечом один двум нет закрытия американской сессии ниже не здесь не здесь все значит пошли дальше дальше реакция на следующую зону здесь удержали цену второй раз тоже удержали закрытия американской сессии выше нет дальше пошли к следующей зоне удержали цену закрытия американской сессии здесь спорный момент то есть по времени нужно смотреть но проторговались потом немного ниже далее вернулись обратно флэтовую структуру далее еще одна зона с плечом один к двум раз реакция вторая реакция снова пошли вниз здесь на ту же самую зону отреагировали пошли к следующей и дальше вот уже в течение вчерашнего и сегодняшнего дня мы уже собственно достигли нашей постоянной цели то есть речь о том о чем о том то что я озвучил ранее что все известные паттерны это голова плечи филетовые структуры вы импелы также общенаправленные тренды все они образуются за счет маршинальных зон необходимо только грамотно определить точку входа в таких структурах работать очень приятно когда уже вы видите несколько реакций то есть как на маршинальные зоны покупателей так и продавцов то принципе здесь свободно можно работать на отбой от очередной маршинальной зоны собственно что вчера я и делал то есть но конечно на азиатской сессии не было возможности открыть позицию но на европейской сессии уже где была отработана сегодня уже тоже было понятно что здесь движется именно доллар франк к обновлению вот этого минимума и собственно было принято решение уже часть позиции закрывать после обновления и часть тянуть до следующей цели которую мы устанавливаем с вами еще на предыдущем обзоре то есть не того у нас получается что пяти волновая структура у нас уже считается отработанный еще раз вам покажу на всякий случай где эта структура пятая волна как правило я смотрю именно по уровням фибоначчи то есть от точки номер три пятьдесят процентов для меня является уже отработкой осталось здесь буквально 11 пунктов поэтому в случае бывает конечно и такое что цена уходит и гораздо дальше и здесь этот вариант возможен еще и по той причине что поступило сообщение от информационного агентства блумберг то что рынки теперь закладывают понижение ставки фрс 2020 году то есть если в начале декабря в котировке закладывалось одно повышение процентной ставки в девятнадцатом году то сейчас трейдеры уже не ожидают увеличения не ожидают ужесточения денежно-кредитной политики в девятнадцатом году и учитывая в ценах более чем 50 процентов вероятность ее снижение в 2020 поэтому учитывайте то что рынок уже начинает это закладывать поэтому здесь какая ситуация может быть если сегодня у нас произойдет закрытие американской сессии выше данного диапазона 098 точнее прошу прощения ниже 098 17 098 08 есть ориентировочно вот здесь то соответственно большая доля вероятности что дальше этот инструмент будет двигаться к следующей маржинальной зоне участник рынка без кредитного плеча то есть покупателям уровень 097 18 то есть будет более чем актуальным для закрытия коротких позиций по данному инструменту поэтому свету обратить вам внимание здесь пока ситуация именно такая и на следующий год я обращаю ваше внимание на такой инструмент как новозеландский доллар и американский если помните что практически около двух еще в октябре месяце да мы сами должны были отрабатывать надеюсь что вы делали вместе со мной отрабатывать две структуры по новозеландцу сейчас выделю более жирно чтобы вы понимали напомню вам эту ситуацию первая структура первая волна 2 3 4 дальше мы работали в пятую и отработка уже структура которая давно давно зависла то есть она произошла гораздо позже это было у нас получается два тридцать первого октября даже даже 1 ноября дать структура была полностью отработана то есть на более младшем таймфрейме и я вам говорил о том то что на тайме временном периоде д-1 и в-1 точно также присутствует пятиолновая структура и сейчас как раз подходит то время когда мы можем рассматривать отработку именно вот этой большой структуры потому что здесь явно был очень рано было открывать позиции на отработку поэтому я ждал собственно откат откат именно к линии вульфа и теперь таким образом сейчас на сами потенциал может составить порядка 500 пунктов почему потому что осталось еще пяти волновка то есть волна вульфа на более младшем таймфрейме вот она где находится то же самое что было здесь я вам только что показал на маленьком временном периоде та же самая ситуация и здесь здесь получается таймфрейм аж 4 нам подходит на или даже т-1 все равно поэтому т-1 аж 4 до 2 структуры с которыми нам просто необходимо работать здесь сейчас у нас складывается ситуация следующим образом то есть на откатном движении на коррекционном скажем так было преодолено преодолена одна маршинальная зона покупатель без кредитного плеча и сейчас осталось буквально ничтожное количество пунктов около так если брать с текущих 17 пунктов до следующей маржинальной зоны но возможно такое что будет недоработка то есть недоход полный до маржинальной зоны то есть покупатели уже на этот раз цену держат важный момент что уперлись именно в линию вульфа то есть тестируем ее пока не пробиваем случае если мы будем наблюдать слом тенденции то есть слом нисходящей тенденции для этого нам нужно закрыться либо выше либо выше маржинальной зоны продавцов с плечом 1 4 либо продавцов с плечом 1 2 здесь явно виден уровень очень сильный уровень сопротивления невооруженным глазом видно это 067 44 принципе если все эти три этапа инструмент закроет выше в таком случае уже можно смело работать именно покупку те это является среднесрочный тире долгосрочный на долгий промежуток времени и в любом случае здесь риск будет минимально то есть если мы даже с этих позиций 067 74 поставим стоп лосс на уровне 100 пунктов то есть за маржинальную зону покупателей без плеча то соотношение риск прибыли нас составит 1 5 потому что прибыль мы по итогу будем собирать на расстоянии около 450 500 пунктов здесь один к четырем с половиной 1 5 получится соотношение поэтому здесь конечно стоит наблюдать на я думаю что возможность для открытия лонговых позиций на сами появятся только после нового года поэтому сейчас находимся в режиме наблюдения и еще я хотел вам озвучить это два интереснейших инструмента по фондовому рынку америке все конечно знают что за последнее время очень сильно просили индексы и 500 доу джонс нас так но последнее время появились сигналы скажем так на возможное восстановление рынка а именно есть несколько причин первое то что очень сильно отчитывались как мастеркард так и amazon о росте розничных продаж сильном потребительском спросе именно в америке то есть индекс потребительских цен индекс срочных продаж за этот год показал очень хорошие результаты что касается индекс срочных продаж он составил порядка трех с половиной процентов то есть это лучший показатель за последние шесть лет следующий момент дональд трамп заявил что джером паул пока остается главой форс то есть никто в отставку отправлять не собирается следующий момент что ориентировочно через две недели делегация сша поедет в китай для обсуждения торговых вопросов то есть явно наблюдается прогресс переговорах и если так и дальше будет продолжаться несомненно для фондового рынка это очень позитивный сигнал плюс ко всему дональд трамп не так давно призвал американцев покупать подешевшие акции он сделал что у нас есть компании крупнейшие в мире у них все хорошо у них есть огромный запас ликвидность есть рекордные цифры по продажам поэтому он думает что это отличная возможность покупать акции которые так сильно просили в цене и уже на протяжении двух дней собственно индексы 500 показывает результат в плюс собственно сейчас появились появилась возможность на восстановление фонда рынка америке если с тем то что очень хорошо растут розничные продажи я советую обратить внимание на акции таких компаний как волмарт и конечно же amazon то есть волмарт это крупнейший ритейлер именно сфере розничной торговли также недавно они запустили онлайн площадки для продажи своих товаров занимаются практически всей всем спектром вообще потребительских товаров таких как одежда еда игрушки предметы быта собственно перед новым годом продажи этой компании растут очень стремительными темпами если вы посмотрите на отчетность компании за последние даже пять лет увидите что лучшая отчетность компании выходит именно в январе то есть после того как проходят новогодние рождественские праздники потому что в этот период американское население тратит больше всего денег то есть так как индекс потребительских цен растет то есть он свидетельствует о том то что нет никаких поводов американскому населению снижать объемы своих покупок скажем так не то же самое компания amazon является одним из крупнейших одним из крупнейших скажем одной из крупнейших компаний именно сфере электронной коммерции то есть на онлайн площадках точно также вот большое количество различных товаров продается на сайте amazon в основном преимущество то что клиенты могут именно заказывать бесплатную доставку в течение одного двух дней огромный спектр товаров большие скидки акции и так как вы знаете что в америке зачастую население много работает и практически нету времени в таком темпе ходить по магазинам поэтому они собственно прибегают именно к онлайн торговли покупают основное количество товаров через интернет поэтому нет никаких оснований тому то что продажи у компании amazon и компании волны могут упасть тем более что сейчас находится сейчас очень привлекательные цены на покупки то есть на средний срок долгосрок здесь можно ожидать обновление максимумов если у компании amazon это первая цель на уровне 17 82 тысячи 700 то есть 100 долларов за акцию и вторая цель это 2050 компания волна здесь точно так же две цели наблюдается это уровень ориентировочно 100 долларов за акцию и 105 вторая цель третья цель на обновление исторического максимума это 110 долларов за акцию то есть если депозит вам позволяет то в принципе на средний срок можно удерживать эти контракты ну либо уже покупать конечно же реальные бумаги этих компаний уважаемые трейдеры на сегодня пожалуй все мы сами прощаемся до следующего года компания академия трейдинг инвестиций конечно же поздравляет вас с грядущими праздниками желает вам огромного здоровья счастья и больших финансовых успехов в новом году всем также желаю больших профитов и до встречи всем пока